Здравствуйте, уважаемые студенты! Мы также продолжаем тему символных массивов. По плану рассмотрим следующий вопрос на значение и сравнение массивов числа фабиначи сертификатов массивов. В языке программ МСПлюс символные массивы имеют особое орион. Поскольку там символные массивы одно из средств вязать этих стук-стук. Сначала в отношении символных массивов все обстоит намного получше. Это обычный с точки зрения создания и применения массив элементами, которые являются символы. Правда, и в Java в использовании символных массивов есть некоторые особенности. Однако эти особенности скорее связаны со спецификой типа чар, чем со структурой использования непосредственного массива. В рейсинге 12.1 приведен простой пример. Символный массив создается стандартным способом одновременно с объявлением переменной массива BOR в списке символов инициализируются элементы массива. В результате выполнения команды System.org.println на экране откроется сообщение символный массив. Интересно здесь в том, что для вывода значения элементов символного массива аргументом метода println указано имя массива. Причина такого удобства кроется в способах автоматического преобразования разных объектов, в том числе символного массива в текстовый формат. Другой пример объявления использования символных массивов приведен в листинге 12.2. Листинге 12.2 – это кодирование слова. В этой программе выполняется достаточно простое кодирование слова, записанного по буквам в массиву ORDS. Этот массив объявляется и инициализируется значениями элементов, соответствующими слову слово. Далее объявляется еще один символный массив COOL. Его размер равен размеру массива ORDS. Выполнение элементов массива COOL выполняется в рамках инструкции цикла. Для этого в теории цикла использована следующая команда. В данном случае при вычислении выражения и и плюс один символ и преобразуется в числовой формат, ему прибавляется и плюс один. Полученное число благодаря конструкции явного приведения типа преобразуется в символ. Этот символ записывается в массив COOL, далее объявляется на экран. в результате выполнения программы получаем следующий на число 2 и, конечно же, получаем код следующих элементов этого слова. Пересвоение и сравнение массива. В принципе, один массив может быть присвоен в качестве значения другому массиву, и их типы совпадают. Массивы также можно сравнить. Правда, все означенные операции выполняются довольно специфически и в некоторой степени могут удивить. Чтобы свести такое удивление к минимуму, имеется смысл еще раз остановиться на том, что такой массив и как его техническая реализация связана с синтетическими конструкциями языка джава. Напомним, наиболее существенное момент, связанное с объявлением массива джава, переменно обозначенное обозначающее массив объявляется независимо от фактического потерения памяти под массив, другими словами, непосредственно массив и переменная массива это далеко не одно и то же. В этом смысле показательным является двухэтапный процесс создания массива. При сравнении массивов с помощью операторов равно и неравно сравниваются значения переменных массивов, а не элементы в этих массивах. Поэтому результатом выражения нам дает является true, если оба переменные массива нам дает ссылаются на один и тот же массив. Пример программы, которая имеет место присваивания массива, приведен в листинге 12 и 3. В программе является два целочисленных массива нам из 10 элементов и массив дает из 20 элементов. С помощью конструкции цикла эти массивы заполняются. Массив нам заполняется нечетными числами, массив дает четными числами. После этого команды date names, массив дает в качестве значения присваивается массив names. Обращаем внимание, что хотя эти массивы имеют одинаковый тип, у них разные размеры. Далее, с помощью еще одной инструкции цикла элементы массива date выводятся с интервалом в одну строку. По выводу значения без перехода в новую строку используем метод print. В результате получаем такой числовой ряд. особенности сравнения массива на предмет равенства используются программным кодом 20.12.4. Тут также сравнивается значение массива. Тут в качестве вывода мы используем систему print.lm. Эта программа предназначена для сравнения двух целочисленных массивов. В программе объявляются два целочисленных массива names и date и инициализируются одинаковыми наборами значений. Далее, непосредственно выполняется проверка. Состоит она из трех этапов. Сначала выполняется проверка равенства перемен массивов names и date. Если ссылки равны, то очевидно массивы одинаковые. Проверка равенства ссылок на массивы выполняется с помощью условий инструкции if с условием date равно у нас. При выполненном условии выводится сообщение совпадающие массивы. При этом работа программы завершается, для чего используется команда return. Если ссылки различны, выполняется полиментная проверка массивов. Массивы считаются одинаковыми, если у них совпадают соответствующие элементы. Но прежде необходимо проверить совпадают ли размеры массивов. Проверка равенства размеров массивов также выполняется с помощью условной конструкции if, при этом проверяется условие date length не равно нам length. Условие является истинным, если массив имеет разные размеры. В этом случае выводится сообщение несовпадающие элементы и работа программы завершается. При совпадающих размерах массивов запускается цикл, в рамках которого сравниваются элементы двух массивов. Для этого используются условные инструкции if, проверяемые условия date it не равно нам и t если встречаются несовпадающие элементы выводится сообщение несовпадающие элементы и работа программы завершается. В случае если два массива имеют только совпадающие элементы цикл заканчивается без последствий и самое главное работа программы продолжается поэтому в конце выводятся одинаковые массивы. В данном случае для списка инициализации массив приведенных в листинге 12.4 в результате выполнения программы появляются сообщения одинаковые массивы. Программа содержится закомментированная команда date name и все отмены и комментированные результатом будут сообщения совпадающие массивы. Число Fibonacci программный код приведен в листинге 12.4 результатом программы имеется такой вид от 1 до 6665 Программа достаточно проста так что думается особых комментариев не требует стоит лишь пожалуй обратить внимание на способ заполнения элементов массива значение для первых двух элементов вычисляется в явном виде затем в инструкции цикла заполняются прочие элементы массива каждый новый элемент вычисляется на основе двух предыдущих если сравнить этот алгоритм с тем что использовалось в программе для предыдущего то здесь общая схема немного проще однако в данном случае приходится заполнить все элементы последовательности и записать их в массив в то время как в примере в предыдущем заполняют только два последних элемента последовательности сортировка массива существует несколько алгоритмов сортировки массива достаточно популярным простым хотя и не общим оптимальным является не объявляя количество но было они вроде разные элементов между это элемент остановиться вот итоге продаж mejor его и сравнение соседних элементов на правильном месте, оказывается второе по увеличению элемента и так далее. В результате массива оказывается упорядоченный в порядке возрастания. Если нужно сортировать массив в порядке бывания, при переборе и сравнении массива элементы меняются местами. Если элемент с меньшим индексом, то меньше элемента с большим индексом. Начались сниги 12.6, приведен пример программы, в котором выполняется позырковая сортировка целочисленного массива. Сортировка массива в программе является целочисленный массив Moms, и с помощью инструкции цикла элементы массива заполняется случайными числами. Для генерирования случайных чисел служит функция мяч.рандом, которая возвращает число в диапазоне от 0 до 1. то получение случайного целого числа генерированного действительным числом умножается на 5 и на размер массива. После чего с помощью конструкции IND, явного приведения типов к результатам, результат путем отбрасывания дробной части приводится к целочисленному формату. После вычисления очередного элемента, массив O выводится на экран. Элементы через пробел выводятся в одну строку. Сортировка элементов массива выполняется с помощью вложенных инструкций цикла. Индексные перемены M нумеруют проходы, полный цикл перебора и сравнения двух соседних элементов. После каждого такого перехода, по меньшей мере, один элемент оказывается на правильном месте. При этом нужно учесть, что когда предпоследний элемент занимает свою позицию, последний автоматистик тоже оказывается на нужном месте. Поэтому количество переходов на единицу меньше количества элементов массива. Внутренние индексные перемены K нумеруют элементы массива. Она изменяется в пределах от 0 до N-M-1. Здесь принято во внимание, во-первых, то обстоятельство, что при фиксированном назначении K сравнивается элементы с индексом K и K плюс 1. Поэтому нужно учитывать, что индекс последнего проверяемого элемента на единицу больше верхней границы изменения индекса K. Во-вторых, если какое-то количество проходов уже выполнено, то такое же количество последних элементов массива можно не проверять. После того, как сортировка массива выполнена, с помощью инфрукта цикла результат выводится на экран. Этот результат может иметь следующий, исходный массив и массив после сортировки. Поскольку массив заполняется случайными числами, под запуском к запуску результаты могут быть разными. неизменимым остается одно. После сортировки элементы массива располагаются в порядке возрастания. Прорезюмируем лекции по теме массива. Массивом называется совокупность перемен одного типа, к которому можно обращаться по имени и индексу. В джаве все массивы динамические, память под них выделяется в процессе выполнения программы. Создание массива можно условно разделить на два этапа. Во-первых, объявляется переменная массива, которая впоследствии в качестве значения присваивается ссылка на массив. Во-вторых, с помощью оператора неудомассиву выделяется место. Результат записывается в переменную массиву. При объявлении переменной массива после идентификатора типа данных указываются пустые квадратные скобки. Количество пар пустых скобок соответствует размеру массива. При создании массива после оператора не указывается тип элементов массива и в квадратных скобках размер массива по каждой из размеров. При создании массива его элемента можно инциализировать список значений элементов массива указывается в фигурных скобках через запятую. Этот список можно указывать в команде объявлений переменной массива после имени переменной. Можно также указать список значений сразу после квадратных скобок, после идентификатора типов конструкции выделения памяти под массив. В этом случае в квадратных скопах на две массивы не указывается. Обращение к элементу массива выполняется в следующем формате. Имя массива, квадратных скоп, индекс элемента. Индекс по каждой из размерностей указывается в отдельных квадратных скопах. Индексация элемента массива всегда начинается с 0. В Java выполняется проверка на предмет выхода индекса элемента массива на допустимые границы. Длину массива можно получить с помощью свойства LEMIS. Массив можно присваивать друг в качестве значения и сравнить. При сравнивании массивов имеет место присваивание значений переменных массивов, то есть присваивание выполняется на уровне операции со ссылками на массив. При сравнении массивов выполняется сравнение переменных массивов. Они считаются равными, если слазминим тот же массив. Если аргументом метода принта или принта, указанным имя символного массива, отображается все содержимое символного массива. В следующем слайде приведены основная и дополнительная литература. Спасибо за внимание. На этом мы завершаем цикл лекции по массивам.